Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен и сегодня мы смотрим ситуацию, которая происходит на биткоине. Вчера я говорил, что нас крайне интересует ситуация, которая происходит на 4-часовом таймфрейме, так как мы пытаемся пробить зону сопротивления и, соответственно, мы пытаемся удержаться на зоне поддержки. Как видите, ночь была страшна, однако пока мы удержали. Но сейчас я вам покажу, почему эта ситуация крайне важна и опасна. Если мы с вами проведем данную трендовую линию, то невооруженным глазом мы заметим, что мы с вами формируем фигуру, которая называется голова и плечи. Как видим, когда правое плечо пробивает шею, она ретестит ее и, соответственно, если здесь мы не вернемся назад, мы летим вниз и профит у нас будет этот участок, то есть потенциал головы. Как видим, мы с вами можем запросто отправиться в район 42 тысяч долларов за биткоин плюс-минус. Так вот, сейчас произошел пробой и идет ретест. Если мы с вами не удержимся, мы идем вниз. Если мы сумеем пойти вверх, соответственно, фигура будет отменена. Именно поэтому данные зоны поддержки крайне-крайне важны. Также для сравнения, буквально не так давно мы слишком часто тестировали зону поддержки. Точно так же и здесь мы ее очень часто тестируем. А если мы что-то тестируем слишком часто, мы, соответственно, это пробиваем. Как это произошло? Здесь мы сформировали паттерн алмаз и, соответственно, он отыграл вниз на свой потенциал. После чего были закрыты стопы и мы вышли за канал Боллинжера. А сейчас, дорогие друзья, я хотел бы предложить вам такую прогрессивную, быстро развивающуюся биржу, как BuyBit. Если вы зарегистрируетесь от меня по данной ссылке, вы получите бонусы и возможность участвовать от меня в различных финансовых акциях. Спасибо огромное! Сделайте это! Спасибо! Более того, здесь у нас не сыграл паттерн нисходящий клин, который, по правилу, должен был пробивать верхнюю трендовую линию и, соответственно, устремиться кверху. В этот момент мы с вами упали вниз, после чего сейчас снова находимся в нисходящем клине. Соответственно, если мы совершим расторговку и сможем пробить верхнюю трендовую линию, то мы вновь устремимся к верхам. Поэтому будем надеяться, что в этот раз нам удастся сделать это. Но не стоит забывать о том, что примерно в данном месте, на 4-7 фрейме, мы с вами сформировали фигуру, которая называется голова и плечи. И если мы сможем все-таки удержаться, устоять и не пойти ниже уровня шеи, соответственно, фигуры голова и плечи будут отменены. Напоминаю. Теперь, если учесть, что мы находимся с вами в данном канале и предположить, что данный канал будет являться для нас зоной реаккумуляции, то мы сможем здесь накопить силы, после чего пробить верхнюю трендовую линию и устремиться вверх. Но не стоит забывать, что зона реаккумуляции не так быстро проходит. Накопление может занять месяц, а может быть и несколько месяцев. Если мы нанесем данную трендовую линию, то есть возможность предположить, что мы сможем при каких-то обстоятельствах дойти до нее и пробить в этой зоне. Так как здесь было сопротивление, здесь сопротивление, здесь сопротивление. И если все будет хорошо, сумеем ли мы пробить ретест вверх? Так как здесь находится зона сопротивления, будем надеяться, что мы сможем ее превратить в зону поддержки. Как правило, любая трендовая линия всегда должна быть пробита. Поэтому, если пофантазировать и представить, что в данном сценарии нижняя свеча будет являться началом для трендовой линии поддержки локальной, то, соответственно, мы можем увидеть следующее. По правилам, мы должны использовать с вами минимум две точки. Соответственно, мы здесь на сегодняшний момент имеем три точки. Если предположить, что данная трендовая линия будет сейчас являться поддержкой, то мы пойдем по ней путешествовать. И будем надеяться, что конкретно в данной точке мы с вами встретимся с данной зоной сопротивления. И если мы сумеем ее пробить, соответственно, мы сможем и стремиться к верхам. Поэтому думать о том, что мы прямо сейчас полетим к 300 тысячам долларов за биткоин, это просто фантастика. И не верьте тому, кто вам об этом рассказывает. И если мы не сумеем это сделать, соответственно, мы с вами устремимся вниз. И, насколько вы помните, самая мощная зона поддержки у нас находится на 40 тысячах долларов за биткоин. Но будем надеяться, что если это и случится, то случится не скоро. Если мы с вами посмотрим на такой индикатор, как market cipher, то увидим, что деньги, money flow, продолжают вымываться из биткоина. И, как правило, это происходит волнообразно. Где выйдет остановочка, сейчас трудно сказать. Стахаостик не уверен, но поднимается вверх. Возможно, он может упасть вниз. Возможно, упасть вверх. Но так как money flow выходит объем и выходит, соответственно, есть вероятность предположить, что все-таки мы можем закруглиться вниз. RSI у нас находится по-прежнему в медвежьей зоне. И это говорит о том, что он не может там находиться вечно. Конечно, он может дойти еще и вниз. Но, исходя из того, что горочка начинает закругляться вверх, есть предположение, что буквально в ближайшее время, в локальной перспективе, мы с вами должны застать рост. То есть, определенную волну, которая будет подниматься вверх из money flow. А на сегодня все, друзья. Подписывайтесь на канал, вступайте в мои социальные сети. Не стесняйтесь, очень вас прошу. Помогите мне развиться, как криптоблогеру. Увидимся и услышимся. Пока. Пока.